ОМТВЮЭЙ, ПРО ГОЛОВНЕ Выводы делайте сами. Вот если говорить о танках, ну, говорят, производство там увеличилось, ну, наверное, то же самое можно сказать без каких-то цифр, ну, примерно такая же ситуация с производством другой бронетехники, ну, так оно обычно, в общем, бывает. Нельзя сказать, что вот танки производят лучше, чем боевые машины пехоты, примерно одно и то же. Значит, а каково, сколько производят танков Российской Федерации в год? И вот тут цифры самые разные называют. Одни говорят, что, ну, примерно производят где-то 200 в год новых танков Т-90, Т-80 современных модификаций. Значит, вот 200 танков в год, это примерно, ну, там, 15-20 танков в месяц. Немного. Это немного. А остальное – это ремонт тех танков, которые повреждены на войне, на ходе военных действий. Это те танки, которые снимают с столовского хранения и, значит, там ремонтируют, приводят в божеский вид, модернизируют, если это возможно, отправляют в войска. Ну, вот, значит, говорят, примерно, называют разные цифры, но, в общем, где-то 500, 600, 700 танков в год. А сколько танков гибнет в Российской Федерации? Как минимум 100 танков в месяц. Это, значит, данные, подтвержденные разного рода объективными свидетельствами, снимками, фотографиями, видеорепортажами, там, и так далее, и тому подобное. Ну, это довольно известные, в общем, исследовательские центры этим занимаются. И, как правило, они, ну, это, в общем, они занимают нейтральную такую позицию, никому не подыгрывают, ни России, ни Украине. Значит, вот, как минимум 100 танков в месяц гибнет. Ну, а если предположить, что, значит, ну, вот, сколько идет война, 21 месяц, так, по-моему, получается. А потеряно 2500 танков, ну, вот, значит, примерно, да, вот так, 100, 110, 120 танков в месяц. А получается, если 120 танков в месяц гибнет, значит, 2400 танков гибнет, как бы, это самое, в год. А, нет, прошу прощения, нет, меньше, конечно, ну, примерно 1500 танков в год гибнет, так, заменяет их 500-600 танков, ну, 700. То есть, в общем, главный вывод из всех этих цифр, которые гуляют, очень сильно различаются, разные исследователи там по-разному считают, Но вывод-то один получается, вывод получается один. Российская промышленность не в состоянии восполнить сокращающийся танковый парк российской армии. Ну, то же самое, как я понимаю, происходит и с другими видами бронетехники. То есть, гибнет больше, чем можно восстановить, больше, чем можно склепать заново. Тем более, опять же, говорят, что вот есть проблема. Хотя, ну, налажена контрабанда, достаточно серьезная контрабанда, всякого рода импортных компонентов и прочее. Но все-таки некоторые вещи, ну, например, танковые прицелы. Ну, одно дело, понимаете, импортировать там контрабанды через Армению, или через Казахстан, или через там какие-то через Турцию. Импортировать там стиральные машины, из которых выковыривают современную микроэлектронику. Ну, или там где-то закупать саму микроэлектронику. Какие-то такое. Другое дело танковые прицелы. Это уж совершенно другое дело. Это не продукция двойного назначения, а это просто в чистом виде военная продукция. Вот эта дичь, которую вы сейчас услышали, реальная дичь, это на самом деле кусочек цитаты государственной политики. Я тут тоже был в Узбекистане на одной конференции международной. И там выступали представители ОБСЕ. Очень ярко, убедительно. Они так сказали, ну да, мы там против, мы осуждаем жертвы, которые в Газии наблюдаем. И нас очень беспокоят экологические проблемы. Ну, и дальше все посвятили экологически. Да. Но это говорит о том, что они циничны, они относятся к России как к колонии экономической, политической. И поэтому они находятся в некоторой растерянности, потому что Россия возрождается, и это возрождение, оно идет по всем направлениям. Они как-то, может быть, теоретически были готовы, но практически явно у них там сбои идут. И меня это в какой-то степени радует, потому что опять мы говорим о том, что все, что происходит, дело наших собственных рук. Вот здесь недавно в журнале «Политика» было названо лицо, разрушитель, руководитель Центрального банка назвали разрушителем. И я понимаю прекрасно, что Запад должен как-то реагировать на то, чтобы Россия выстояла, и выстояла в том числе в экономической сфере, в финансовой сфере. Но я здесь хотел немножко скорректировать, да простите меня, журнал «Политика». Ну, как я понимаю, вы тоже готовы, Эльвире, вручить награду разрушитель? Ну, я только уточнить хотел некоторые вещи в этой аудитории. Но, во-первых, если мы выстояли, то понятно, что это не только за счет действий Центрального банка, и скорее даже несколько вопреки этим действиям. Поэтому я считаю, что это их оценки, поэтому я даже не комментирую. Но у меня вопрос, а вот разрушитель это к какому периоду относится? Вот смотрите, когда произошли события начала специальной военной операции, мы там наблюдали скачки с инфляцией, с учетной ставкой. Но потом в какой-то момент были предприняты усилиями правительства, президента, ну, естественно, Центрального банка шаги направлены на то, что у нас и ставка ушла на уровень семь с половиной. Мы перешли к контролю валютной выручки и контролю вывоза капитала, что немаловажно. И главное, правительство в лице Мишустина наполнило нашу экономику беспрецедентно денежной массой. Вот это совокупность факторов. Ну, конечно, там были еще, но эти основные критерии позволили нашей экономике продемонстрировать удивительный рост. Кстати, в этом месяце впервые, наверное, в истории России, 19-й месяц подряд именно отрасли обрабатывающей промышленности показали рост. Это говорит вообще о том, что мы на правильном пути. Но я надеюсь, Центральный банк сделает все возможное, чтобы это безобразие не продолжалось долго. И у меня возникает вопрос, но если даже политика, журнал «Политика» оценивает эти действия, если он говорит об этом периоде, как разрушительные для санкций Запада, то, наверное, может быть, имело бы смысл еще раз проанализировать и сделать определенные выводы, а именно прийти к пониманию того, что все-таки учетная ставка должна быть другой и с валютным контролем. Слава Богу, что пока более-менее, но вывоз капитала, над ним надо поработать очень серьезно. А главное, вернуться к финансированию промышленности. Знаете, я часто, благодаря вашей передаче, сталкиваюсь теперь с мнением людей, которые иногда на улицу подходят, иногда еще где-то. Я не про Славу, я про то, что они задают простой вопрос. Мы понимаем прекрасно, но когда бы, все-таки вы сами ожидаете определенные изменения в деятельности Центрального банка. Вы знаете, ни один из них пока не обратился с просьбой поддержать действия Центрального банка. Не потому, что он делает что-то неправильно. Нет. Потому что его действия пока не корреспондируются с ожиданиями, в том числе предпринимателей, в экономике. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.